Этот день, как инь и янь, самый светлый и грустный в моей жизни. Я, как жук, блуждающий в поисках росы, наткнулся на пруд, и теперь мой дальнейший путь не имеет смысла. А развеять мою вселенскую грусть могут только ваши подписки и лайки. А за это в конце ролика я вам покажу музыкальный сюрприз. Привет, прелестные хамелеоны в полном мраке! В этом видео вы наконец-то увидите мастера, которого все бойцы на планете искали, чтобы назвать своим учителем. Он очень крут. И я даже не побоюсь этого слова, а он круче, чем Чак Норрис, слезы которого лечат рак. Но он никогда не плачет. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как я увидел это видео, мое скитание в мире единоборств и кунг-фу можно назвать законченным. Наконец-то я воочию увидел реального мастера бесконтактного кунг-фу, который разделался не то что с жалкими людьми, а с целой сворой бешеных собак. И только вселенское чудо позволило нам запечатлеть это все на видео. Теперь мне остается два варианта. Харакири или забухать. Какой именно выбрать я еще не знаю. Ибо эти варианты, как цветы сакуры и персика, также равносильны и прекрасны. Хотя нет, у меня теперь появится новый смысл в жизни. Найти этого мастера и стать его учеником. Битву Титанов, свидетелями которой вы сейчас станете, можно было сделать главным боем UFC или Белла Тора. И показывать на Prime Time в супер каналах HBO и Showtime. Если бы не но. Этот бой проходил на серьезных соревнованиях по карате, где решалась путевка на Mortal Kombat 21-го столетия. На татами сошлись два финалиста, лучший из лучших. Дядя Жора в красном от крови поверженных жертв в жилете, победитель всех чебуречных в районе и чемпион по выпитым бокалам пива за раз. И дядя Петя по прозвищу Пельмень в кимоно, которое пришлось сшить из трех старых. Также победитель, но только всех пельменных в районе и обладатель кубка Портвейна. Бой проходил очень напряженно. Дядя Жора сразу использовал секретный стиль беги топчи и вынес дядю Петю, как колобка с подоконника у бабушки. Поединок был настолько жесткий микроваунд, что судьям постоянно приходилось закрывать глаза, чтобы не видеть этого ужасного, но такого увлекательного побоища. Дядя Пельмень, благодаря подключению к потокам вселенских энергий, после удара по сраке начал применять отличную тактику, которая заключалась в кружении вокруг противника, как волки вокруг оленя. Вот только мега-каратист хотел не нанести кровавый удар, а вскружить голову противнику, как заядлый кавалер своей барышни, чтобы тот сам упал, когда его затошнит. Хвала святым небесам, судьи жалились над этими монстрами, которые уже начали задыхаться от таких нереальных нагрузок и вынесли свой приговор. Победил чемпион чебуреков в кровавом жилете. Как муравьи, которые умоляют мурахаеда их не трогать, все чемпионы UFC и Беллатора умоляют этого мастера научить их борьбе в клинче и парты. Как акула будет рада, если весь мир окажется под водой, все бойцы будут не рады, если этот сенсей выставит своих учеников на турниры по ММА. Легкость, с которой он переводит атакующего противника в партер, даже не напрягаясь, заставляет сильно напрягаться всех, кто может оказаться в противниках у этого монстра и его подопечных. Которые хоть сами и не могут понять, что делать, но однозначно лет через 10 освоят этот прием, когда принесут достаточно бабла учителю. И тогда все в мире ММА перевернется с ног на голову. Этот сенсей, как неподвижный бегемот, безмятежно жующий траву, при сметающем все на своем пути урагане, одолевает своих противников десятками, легким вилянием сраки. Без огня хворост не разгорится, а без силы космической Чи такие приемы сотворить невозможно. Конечно же вы должны понимать, что сила Чи это лишь дополнение к главному навыку всех великих мастеров бесконтактного боя и энергощитов. Это отборная саламасса за сотку. И чем дальше, тем мастер мощнее и сильнее. Но и ученики, конечно, должны быть отборные дрыщи. Не более 50 кило. Это чтобы уж побеждать наверняка, как слон улиток. А напоследок я хочу вас порадовать, как и обещал, музыкальным сюрпризом. Но должен предупредить, что от увиденного у вас могут побежать слезы, счастья, радости и шока. Это у кого как. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. А то этот могут заблокировать. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.